В конвалютном рынке почти нет иностранных инвесторов. Сейчас показатель на уровне середины 1990-х годов. После событий прошлого года валютный рынок кардинально перестроился. Во-первых, изменилась валютная структура. До 2022 года в валютной секции Мосбиржи обороты были в 2-3 раза выше, чем сейчас. А во-вторых, 80-90% рынка приходилось на доллары и евро. Сейчас треть это доллары, 10% евро. Треть занимает юань. Остатки – различные валюты. Уход от доллара и евро в расчетах и сокращение доли твердой валюты – самостоятельный фактор ослабления рубля. Михаил Задорнов, бывший министр финансов России в колонке для РБК «Россия». От российской валюты отказываются не только западные оборонные и энергетические предприятия и финансовые организации. Операции с российским рублем прекратили крупнейшие в мире криптобиржи. Сначала Бинанс, а за ней и ОКХ. Торговля российским рублем больше недоступна на пи-ту-пи-платформе ОКХ. Пользователям из России по-прежнему доступна возможность торговли другими валютами. Из сообщения биржи ОКХ в Телеграм. Россия фактически отрезана от западного капитала благодаря санкциям, связанных с импортом военных товаров, а позже и двойного назначения. Рынок стал менее ликвидным, то есть операций проводят меньше, а активы на деньги менять сложнее. Более того, вместе с иностранными инвесторами, а значит деньгами, федерацию покидают технологии. Надо тут еще рассматривать не просто напрямую финансовый вопрос. Эти компании забирают технологии, эти компании забирают бизнес-модели, эти компании забирают поставку очень нужного сырья, то, которое не производится в России. Соответственно, эти компании технологически обнищают Россию, поэтому они, даже если они потом выкуповывают или забирают по пахту эти сети, существенно ухудшается качество продукции, существенно ухудшается ассортимент. В условиях, когда доллары и евро из-за границы практически не приходят, а расходы растут, прежде всего на продолжение войны против Украины, в российском бюджете увеличивается и без того огромный дефицит. Дефицит государственного бюджета без возможности его финансировать, потому что, снова повторю, что они отрезаны от внешнего рынка, заимствования капитала, да и внутренний бизнес не очень-то хотел бы финансировать этот дефицит, неизменно приводит к одному. С одной стороны, ты должен включать дополнительный печатный станок и раскручивать инфляцию, потому что в надежде, что это может тебе помочь, но это имеет обратную сторону. Обратная сторона, по словам Устенко, состоит в том, что инфляция раскручивается неконтролируемо. Центробанк не в состоянии кардинально изменить ситуацию. Рубль дешевеет. С начала года падение составило примерно 40%. А россияне за свои пенсии и зарплаты могут купить все меньше. В первую очередь, импортных товаров.